И вот с самого раннего возраста вы начинаете слазить. И то, что вы сейчас пели, очень глубоко трогает душу и трудно даже говорить. Особенно для меня больное место – это пение. Я люблю пение, и когда славят детки своими голосами чистыми, безгрешными душами, это очень радостно, приятно людям и приятно Богу. За год вы уже подросли, повзрослели, больше научились, больше узнали. И хочется пожелать, чтобы и в наступающем новом году вы активно принимали участие и в жизни церкви, в жизни воскресной школы, чтобы вы были внимательными к тому, что вам дают, старательно дают наши преподаватели воскресной школы, чтобы вы учились и славили Бога, и приносили радость своим родителям, братьям, сестричкам. С праздником вас, Рождества Христова! Также с праздником и всех тех, кто пришел на эту встречу, на этот детский праздник. И праздник Рождества, и взрослых делают детьми, потому что они также радуются и ждут этих светлые дней. Пусть ваши ожидания, намерения исполнятся в этом году и прославятся в них имя Отца и Сына и Святого Бога. Пусть ваши ожидания, намерения исполнятся в них имя Отца и Сына и Святого Бога. Пусть ваши ожидания, намерения исполнятся в них имя Отца и Сына и Святого Бога. Пусть ваши ожидания, намерения исполнятся в них имя Отца и Сына и Святого Бога. Пусть ваши ожидания, намерения исполнятся в них имя Отца и Сына и Сына и Святого Бога. Пусть ваши ожидания, мне заплатиться в них имя отца и у них имя Отца и Сына и Святого Бога. Не трогай ничего руками. Не трогай ничего руками. За окном мягкий сомненький опустился на ветви деревни. В маленькой комнатке на кровати сидит девочка Маша. Она внимательно слушает, как мама отчитает ей о чудесах великого чудотворца, святителя Николая. Перед их иконкой горит ломбадка. И кажется, что Николай, чудотворец, внимательно смотрит на Машу своими добрыми глазами. В древней мягкийском городе Патары жили муж и жена. Звали Феофан и Нор. Были они люди богатые и благородные, помогали бедным, угождали Богу. И все было у них хорошо, но только не было у них детей. И молились они щедрому Богу, усердно, прося послать им ребенка, обещая посвятить его Господу. И услышал Господь их молитву, и родился он умный сын, которому при крещении было дано славное имя Николая, что означает победить их народу. В первых же дней все увидели, что на свет родился необычный младенец. Песня. 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 В первых же дни святой Николай начал вести строгу подвижническую жизнь, который остался вилем до конца своего рода. По средам и пятнице он воздерживался даже от молока своей матери, кушая его только один раз в день. Его родители поняли, что из ребенка вырастет настоящий угодник Божий и постарались в детство внушить ему истинный христиан. В первых же дней Святой Николай начал вести строгую, подвижническую жизнь, в которой остался верить до конца своего рода. Почти все время проходит Святой Николай в чтении священного писания. В подвигах Бахстана и Мальчика. А когда подруга, его благочестивая жизнь сделалась известна всем жителям города Батару. И епископ Бухов, вято Святой Николай, вопреки санк-крестнице. Аптеки санк-крестнице. Аптеки санк-крестнице. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Диак vi preservation Снегурочка идет Снегурочка, подожди Снегурочка ДимаTorzok Снегурочка Снегурочка не видно Выпас адр��ент Сейчас, сейчас Сейчас Петки Играет музыка.